друзья всем привет привет настал сезон сбора урожая тыквы и я хочу с вами поделиться рецептом драники оладушки как уж назовете из тыквы думаю но почему я поделюсь только из тыквы я решила поделиться еще из картофеля из батата и кабачка так что друзья мои приступаем что мы делаем у меня будут сначала траники тыква суда соль перец пойдет и мука везде я во всех раника ладушка хотите я буду использовать безглютеновая мука то есть это еще и плюс вашей фигуре так вы если у вас нет безглютеновой муки можете класть обычную пшевичную значит что я делаю значит будут у меня соль перец просто тыквой соль перец следующие у меня будут оладушки или драники это тыква яблоко и корица тоже без добавления сахара у меня тыква очень сладкая я не буду класть вы можете класть сахар уже по вашему вкусу или заменить их сахар если вы не кушайте сахар далее у меня пойдет батат тоже это сезон сейчас осенью уборка урожая и кимьян сюда пойдет у меня соль перец все картофельные драники картофель чеснок зелень мука понятно это везде будет и из кабачка кабачок зелень и сыр и чеснок ну и так приступаем значит первое мы готовим тыквенные натираем на крупной терке натерли мы тыковку нашу теперь что мы делаем соль по вкусу перец яйцо и перемешиваем вы можете сюда добавить еще там травы какие вы любите пожалуйста это уже на ваш вкус я люблю просто соли перец убираем пока сторонку он сок пустит муку мы будем добавлять чуть попозже берем следующую тарелку и что мы делаем я чищу яйцо ой я чищу яблоко и натираем его на терку крупную и добавляем теперь добавляем сюда яйцо корицу перемешиваем так и сюда мы еще выдавим сок лимона это для того чтобы у нас не потемнело яблоко и еще раз перемешиваем убираем тоже в сторонку но у нас будет пускать сок теперь берем батат тоже трем на крупной терке теперь сюда мы берем тимьян я люблю очень батат с тимьяном просто батат можете запекать он очень вкусно добавляем сюда тимьян соль и перец соль перец по вкусу теперь все перемешиваем и так смешали тоже убираем старую классика это картофельные драники натираем картофель на крупной терке чтобы здесь картофель у нас было меньше крахмала наливаете в мисочку холодную воду и кладете картошку труда так и натираем всю картошку и кладем в воду холодную вот теперь промываем картошку и на мелкое сито и и откидываем она стечет водичка у вас и вас таким образом меньше будет крахмала в картошке калорийность снижается стекла водичка кладем сюда картофель соль перец зелень здесь у меня петрушка и укроп тоже кладем сюда и выдавливаем чеснок и яйцо и перемешиваем вы можете сюда вместо чеснока если хотите можете чеснок в общем пассируете еще лук на плите и сюда лук добавляете но это получается более калорийно смешали тоже убираем в сторонку натираем на крупной терке кабачок кабачок сначала кладем в отдельную миску для того для чего мы его когда с вами будем солить он пустит сок потом нужно сок этот отжать руками я покажу как и ну далее покажу что делать теперь натертый кабачок мы добавляем соль все хорошо перемешиваем и убираем пока в сторонку у нас сейчас кабачок даст сок и мы будем его отжимать этот кабачок нам лишняя влага не нужно убираем сторонку и так друзья я вам напоминаю у меня мука безглютеновая идет это у нас тыковка с яблоком и корицей сюда мы добавляем муку добавляем муку и перемешиваем вот яблочко стыковка видите она уже плотная то есть я одну ложку добавила муки но я еще добавлю пол ложечки и это будет достаточно сюда все это готово у нас убираем в сторонку теперь мы займемся тыква у меня здесь чисто тыква яйцо соль и перец добавляем теперь сюда муку и перемешиваем вот смотрите вот она становится плотная такая вот консистенция все муки достаточно много тоже не кладите так все тыковка у нас где у меня соль и перец только тоже готова убираем сторонку так теперь у нас батат батат с тимьяном соль и перец сюда тоже мы добавляем но яйцо понятно яйцо везде есть и добавляем сюда муку так сюда тоже у меня вот ложечки достаточно вот смотрите сока нет все достаточно так тоже убираем сторонку так теперь мы берем классику жанра драники с картофелем добавляем муки здесь жидкость еще есть но это я видимо водичка еще осталось поэтому муки еще добавим вторая ложка все так картофельная у нас тоже готова убираем сторонку так теперь у нас теперь у нас тыква ой кабак кабачки и эти сока сколько здесь у меня сыр здесь у меня моцарелла сыр вы можете класть любой какой у вас есть теперь берем кабачок натертый и вот таким образом отжимаете сока очень много нам лишняя влага почему не нужно если будет вся эта влага то есть вам тогда придется добавить очень много муки а нам это совсем не надо таким образом отжали и сюда к солью и так теперь сюда мы добавляем зелень перчик и соли совсем немного так как у нас кабачок уже солил чеснок так и яйцо перемешиваем так теперь сюда добавляем муку ну и так друзья вот что у нас получилось и так ставим на огонь сковороды я две поставила в этой у меня будут сладкие на топленом сливочном масле если у вас нет топленого именно топленого сливочного масла просто растительное масло наливаете сюда я наливаю растительное масло сюда топленое так делаем маленький огонь накрываем крышкой и с каждой стороны по три минуты теперь у нас просто тыковка идет с соли перец прошло три минуты переворачиваем так как это у меня сладкие поэтому я на топленом сливочном масле обычно не кладите он будет гореть сливочное масло только топленое если нет топленого еще раз говорю кладете наливаете растительное масло почти четыре минуты ну вот друзья и приготовили мы с вами драники получились безумно вкусные ароматные значит драники у нас батат вот так выглядит батат Картофель, кабачок с сыром, тыква, тыква просто соль и перец здесь и тыква с яблоком, очень вкусно. Пробуйте, готовьте с радостью, любовью, ну и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем до новых встреч, пока!